Вы часто бываете в Абхазии? Да, можно сказать часто. Ваши любимые места? Любимые места? Ну, набережная Сухома. Я не часто бываю, но часто вспоминаю. Я в детстве был достаточно активным. Потом у меня был период, когда я в институте уже не был активным. Я как-то более успокоился. А после того, как я начал заниматься бизнесом, более-не более стало необходимо быть дедом. Дедка – это моя отцовская дедушка. И часто мы ездили в этом учреждении, там мы... Если мы готовы, мы начинаем наш... А маме дедушка же будет готов. Победа проводили там. Сегодня в программе «Лидер» я беру интервью у председателя правления Московской Абхазской диаспоры Беслана Агарба. Здравствуйте. Добрый день. Ежегодно в канун Нового года вы даете интервью, где подводите итоги года. Некое отчетное интервью. Это как традиция. Но я не хотела бы, чтобы мы с вами общались только об итогах года, чтобы интервью было сухим, протокольным. Но тем не менее, в самом начале нашего интервью я хотела бы узнать, как запомнился этот год и чем он отличался от предыдущих лет. Да, попробую ответить. На самом деле я бы объединил 2021 и 2020 год, потому что в 2020 году возникла пандемия, и это очень сильно изменило сам формат работы нашей организации. Московская Абхазская диаспора. Мы находимся в офисе этой организации. И из того, что запомнилось бы, наверное, это то, что нам пришлось в этих условиях искать новые подходы, и мне кажется, что они были найдены. Ну, начнем, во-первых, с того, что в 2020 году довольно много усилий организации было направлено на то, чтобы оказать помощь в борьбе с пандемией в Абхазии. Мы собирали средства, закупали лекарства, лекарственные средства, медикаменты, оборудование. Все это отправлялось в Абхазию, продовольственная помощь была оказана. В то же время нам надо было делать то, чем мы обычно занимаемся. Это мероприятие, направленное на пропаганду Абхазии, на какое-то формирование положительного имиджа Абхазии. Фестиваль, абхазский фестиваль, который мы проводили в Москве несколько лет до этого, уже ежегодно. Мы его провели в формате онлайн. Получилось все равно, на мой взгляд, очень удачно. Еще ряд был мероприятий. Ну вот, конечно, я бы хотел сказать в самом начале интервью тоже, что в результате коронавируса московская абхазская диаспора такую невосполнимую утрату понесла. Это ушел из жизни Тараса Милоновича Шамба в 2020 году. По поводу деятельности. Ну, мы продолжали свою деятельность. И мы вот уже в 2020-2021 году много было мероприятий. Мы возобновили игры «Что, где, когда». Мы проводили различные презентации, презентации книг, встречи с представителями абхазского правительства, с писателями, с историками. Все это проводилось. В основном это все проводилось либо в этом помещении, в этом офисе, либо мы какие-то отдельные помещения снимали. Довольно много было мероприятий, которые, на наш взгляд, как бы сказать, выполняют основную, что ли, миссию нашей организации. Это создание такой платформы для общения абхазцев, представителей Абхазии, которые проживают в Москве между собой, во-первых. Во-вторых, чтобы эта вот связь Родины и диаспоры все время поддерживалась. То есть, если приезжают какие-то члены правительства, президент, интересные люди приезжают, в Москву мы организовываем встречи, чтобы все время было ощущение того, что ты все-таки, находясь вдали физически от Родины, тем не менее, ощущаешь ее пульс, ощущаешь ее жизнь, понимаешь, что там происходит. Мне кажется, это задача, с которой нам удается справиться. А я могу спросить, какая численность московской абхазской диаспоры? Есть такие данные? У нас есть приблизительные цифры, у нас нет точных цифр. Мы думаем, что проживает в Москве и области порядка четырех тысяч абхазцев. Мы можем об этом оценочно судить по тому, как проходят выборы, когда выборы президента, значит, по голосующим, по голосованию. Активных членов диаспоры, я думаю, порядка двухсот-трехсот, не больше. Это те люди, которые собираются на наши мероприятия, ну, может быть, немножко больше. А все остальные, ну, время от времени, наверное, появляются на каких-то мероприятиях или в соцсетях на нашей странице, но не более того. Все ли абхазы, которые живут в Москве, вовлечены в московскую абхазскую диаспору? Это вот чья должна быть инициатива? Инициатива правления? Или люди, которые здесь проживают, должны интересоваться, чем занимается московской абхазской диаспорой? А это важно, чтобы они были вовлечены активно в работу московской диаспоры? Мне сложно ответить на этот вопрос, если честно, потому что я думаю, что это было бы хорошо, наверное. Но не с точки зрения того, чтобы говорить об успехе работы организации, а с точки зрения того, что эти люди продолжают чувствовать себя этническими абхазцами, какую-то аутентичность хотят свою сохранить, хотят общаться со своими земляками. И это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, важно ли это? Не знаю. Наверное, важно. Я вообще считаю, что численность диаспоры хорошо было бы, чтобы она сокращалась. Ну, по моему мнению... Вы это не раз говорили в своем интервью, чтобы численность сокращалась, а население увеличивало. Население увеличивало, да. Ну, как это возможно? Что вы имеете в виду? Я имею в виду то, чтобы все-таки люди из Абхазии меньше уезжали, а больше возвращались. То есть те люди, которые уезжают, которые уезжают учиться, которые уезжают работать, чтобы они через какое-то время, набравшись знаний, набравшись опыта, возвращались и участвовали в развитии Абхазии, в созидательных процессах, чтобы то, чему они научились и тот опыт, который приобрели, находясь в Абхазии, чтобы они его привносили в Абхазию. От чего или от кого это зависит? Ну, мне кажется, что это зависит в очень большой степени от правительства и руководства страны. И, конечно, от самих людей тоже, потому что люди разные. Но, конечно, если создавать хорошие условия или если бы они создавались бы, условия эти хорошие, не всегда это можно сделать, но тем не менее, то я думаю, что больше бы людей возвращалось и как-то принимало бы в этом участие. Мы к этим вопросам еще вернемся, но я хотела бы все-таки завершить по поводу такой отчетности работы Московской Абхазской диаспоры. В этом году 10 лет, как вы возглавляете Московскую Абхазскую диаспору, вы помните, когда вы начинали, какие у вас были планы, как вы себе представляли эту работу? Что из планируемого удалось осуществить, а что вы собираетесь еще в будущем? Редко планы, даже не планы, я бы сказал, такие вот мечты, они сбываются в полной мере. Конечно, я немножко мечтал о том, чтобы в диаспоре появился по-настоящему такой, знаете, сильный интерес к тому, чтобы вместе с жителями Абхазии, с народом Абхазии, как принято говорить, постараться усилить, что ли, вот, не знаю, нашу вот эту государственность, попытаться вот этот проект, свободное, независимое государство Абхазии, его как-то реализовать. Вот в этом плане, эта мечта, что ли, ну, я бы сказал, что не нашла такого вот прям воплощения, как я это предполагал, как я надеялся. Вот, а в остальном, мне кажется, организация работает, по-моему, хорошо. На самом деле, если не, как сказать, вот таких вот сверхцелей не ставить перед собой, то что такое диаспора в таком классическом смысле организации или актив диаспоры? Это люди, которые хотят сохранить свою какую-то этническую аутентичность, да, которые хотят чувствовать связь с родиной, с языком, с культурой, с обычаями, с традициями. В этом смысле, на мой взгляд, мы хорошо работаем, мы развили это направление, у нас хорошая площадка, особенно с открытием офиса, нам стало легче. Мы, с одной стороны, мы инициируем какие-то проекты, с другой стороны, мы поддерживаем проекты. Вот как раз это вот направлено на стремление людей как-то участвовать вот в жизни диаспоры, участвовать в каких-то мероприятиях, мы им помогаем в этом. Вот это, мне кажется, главная миссия такой организации, как наша. Вы общаетесь с другими диаспорами, абхазскими диаспорами, например, в Турции, в Сирии, в Иордании? Есть какие-то контакты? И следите за их работой. Чем-то отличается ваша работа от их работы? Мы поддерживаем контакты, конечно же, да, особенно вот турецкая диаспора большая, и мы там были, и они сюда приезжают. Ну, есть своя специфика, конечно, она связана вообще с самой организацией жизни людей и со спецификой самого государства, как оно организовано, устроено, немножко с какими-то культурными подходами, но тем не менее, конечно, какие-то моменты больше организационного плана. Мы вот пытаемся понять, как вот организовать там, например, условно, фандрайзинг, сбор средств, да, как это делается в других местах, какие мероприятия они проводят, как часто, какая у них отчетность существует. Ну, вот, наверное, на таком уровне. Каких-то мероприятий таких... Совместных? Совместных, да. У нас не было совместных мероприятий таких больших. Мы посещали Турцию, знакомились с тем, как они работают, мы обменивались опытом. Каких-то крупных мероприятий не было. Ну, мне кажется, это и не входило в задачи, если честно. Может быть, московской абхазской диаспоре легче в том, что Россия признала Абхазию, а другим диаспорам в Турции, в частности, там же многочисленная диаспора, это мешает диаспоре, когда страна, в которой они живут, не признает материнское государство? Думаю, что отчасти да. Хотя не могу точно сказать. Я вот прям совсем не чувствую себя экспертом в этом вопросе. Я думаю, что, опять же, вот все-таки, если не наделять диаспору какими-то сверхзадачами, вот диаспоры, это все-таки организация, которая должна поддерживать, ну, как сказать, вот этот вот культурный интерес, национальный, традиционный интерес, как сказать, вот именно в этническом смысле. А если не ставить других задач перед ней, то, я думаю, большой разницы нет. Турецкие абхазцы точно так же могут организовывать кружки языковые, или там танцевальные, или посещать Абхазию, приезжать, уезжать. Ну, немножко им это, наверное, сложнее, но тем не менее. Как-то выше вы сказали о том, что в ваших планах, когда вы возглавляли, только начинали этот путь, да, возглавили московскую абхазскую диаспору, укрепить государственность, помочь Абхазии в этом вопросе. И из этого у меня вытекает следующий вопрос. Насколько это важно? Вообще, кто должен кого поддерживать больше? Московская абхазская диаспора? Вообще, диаспора материнское государство, или наоборот, материнское государство диаспору? И насколько это важно, взаимодействие, понимание, когда есть между ними? Вы знаете, нам кажется часто здесь, вот когда мы встречаемся, что вообще нам как-то мало уделяют внимания в Абхазии, или если выделяют внимание, то в аспекте таком, что условно нужна какая-то помощь, кого-то там, не знаю, вложить в больницу, или кого-то встретить, проводить и так далее. Но мне кажется, что это такие, знаете, на обывательском таком простом уровне человеческом, если говорить все-таки сверху, смотреть немножко на эти вопросы, то я думаю, что это взаимообогащающий процесс. Вот мы когда, например, мы приглашаем абхазские коллективы, приглашали, когда это было проще, когда, в общем, не было пандемии, театральные коллективы, там, танцевальные коллективы из Абхазии, они приезжают, они выступают, вот кто кому помогает в этой ситуации, я не знаю. Мне кажется, что и материнское государство помогает нам в том, что мы впитываем эту культуру, то, что мы знакомимся с этими работами. В то же время, мне кажется, и мы отчасти помогаем этим коллективам, потому что мы их приглашаем, они имеют возможность приехать в Москву. Мы, как правило, там, часть финансирования, ну, или полностью, или частично берем на себя. Они приезжают, они могут посещать тоже театры, концерты, и обогащаться тоже, это для них тоже, ну, некий такой драйв, да, и, в общем, мне кажется, такой взаимный очень процесс помощи. Глава диаспоры может говорить о политике, потому как мы сейчас говорим о культурных проектах, об образовательных, чтобы дальше мои вопросы не звучали некорректными, я хотела бы узнать об этом. Я могу говорить о политике, но, наверное, это уже, ну, как сказать, я уже буду говорить не как, ни от имени организации, ни о ее каких-то, ни о ее отношении к этому, что ли, ну, больше, наверное, просто как... Как Беслан Агарба. Как Беслан Агарба. Несколько лет назад указом президента Хаджма был создан Совет по экономическому развитию и реформам. Вы включились в эту работу, вложили много времени, сил и немало денег, и возлагали надежды. Чуть позже, я смотрю, следила за вашим интервью, у вас появились нотки сожаления, высказываясь об этом проекте. Что случилось? Что-то пошло не так? Ну, собственно, все пошло не так, как предполагалось, на что мы рассчитывали, вернее, о чем надеялись, я бы сказал. Я, да, я рассказывал уже об этом, был создан такой совет, была такая идея, знаете, был такой посыл, что как-то помогите нам, помогите не финансово, не покупать скорую помощь, машину или, я не знаю, какое-то оборудование, а именно помогите, может быть, с точки зрения какого-то реформирования, переформатирования, да, там, самой структуры управленческой, государственного управления, экономики и так далее. Это было, я не знаю, для меня это глоток свежего воздуха был, не только для меня, для многих, какой-то, я не знаю, ну, некоторые чуть более, может быть, опытные или чуть более циничные, как-то все равно с сомнением к этому отнеслись, но мы как-то загорелись и надеялись, что это действительно такой вот призыв, который будет реализован, не останется просто таким вот призывом, лозунгом. Ну да, была создана эта программа до определенного этапа, надо было двигаться дальше, надо было уже принимать какие-то решения, но, к сожалению, все это, все на этом остановилось. Почему программа была не реализована? Почему была не реализована? Это уже не от вас зависело, я так понимаю. Ну да, от нас уже почти ничего не зависело. Я думаю, что, я думаю, что она не была реализована, потому что, ну, это лично мое мнение, потому что реализация таких программ такая довольно сложная вещь. И вообще любое реформирование вещь сложная. Это надо избавляться от привычек, надо какие-то новые там, новым правилам следовать. Не всегда понятным. Мы жили в советское время, получали советское образование, какие-то советские определенные подходы, стереотипы и так далее. Сейчас многое изменилось. Жизнь стремительно меняется, развивается. Новые подходы к управлению, новые подходы к экономике. В этих условиях вот менять все, как бы, свое представление самому человеку и самому управленцу очень сложно. Вот если он понимает, что должно быть министерство, должно быть там какое-то управление, оно всегда было в Абхазии, это министерство и так далее, он не очень понимает, на что это менять, как это будет функционировать. Знаете, синица в руках всегда, ну, часто для многих лучше, чем журавль в небе. А то, что предлагается на бумаге, выглядит вроде бы очень красиво все, но это же надо не просто понимать то, что написано, это же надо как-то, ну, вот, прочувствовать. А чтобы прочувствовать это, желательно, чтобы какой-то подобный опыт, какие-то знания были уже все-таки в человеке. Иначе, когда он читает это, ну, просто эту программу, для него это очень, ну, выглядит плоско очень. То есть он вот не понимает, как эту программу наложить на конкретных вот людей, которые вокруг него, и что с ними сделать. Заказчики ради галочки к вам обратились, я не понимаю, если не собирались реализовывать. Я думаю, что, я думаю, что они так вот, наверное, не думали на несколько ходов вперед, может быть. Наверное, они подумали, что давай закажем, ну, посмотрим, что получится. Если это получится какое-то что-то очень понятное, ясное и хорошее, ну, вот, знаете, как там. Завтра надо сказать, там, давайте там поставим еще один проход на границе, и послезавтра наступит счастье. Ну, то есть какое-то простое решение. Вот если бы были какие-то очень простые решения, которые не затрагивают никого, не надо никого освобождать от работы, не надо сокращать какие-то министерства, не надо сокращать какие-то управления, не надо сокращать вообще в принципе управленческий аппарат, не надо наводить порядок, не надо наводить порядок с землей, с теми вот объектами, которые заняты, да. Вот всего этого, если не надо делать, а просто какое-то сделать простое действие, и вдруг наступит порядок, счастье, радость, наверное, тогда они бы с удовольствием это приняли. Возможно, они, ну, как сказать, на подсознательном уровне предполагали, что может быть что-то такое, какое-то вот, ну, не знаю, чудесное решение. То есть там, чтобы реализовать эту программу, надо было проводить какие-то реформы? Конечно. То есть кого-то надо было и ущемить. Конечно, надо проводить реформы. А когда проводишь реформы, ты всегда кого-то, ты что-то меняешь, кто-то всегда будет недоволен, таких будет много. Тем более реформы были радикальные. У нас управленческий аппарат огромный для такой маленькой страны. Мы, в принципе, же понимаем, что мы не можем содержать такой управленческий аппарат, если его нормально содержать, если платить нормальную зарплату. У нас зарплаты там по 10 тысяч, по 15 тысяч. Зарплаты, на которые, ну, прожить тяжело. А тем не менее у нас министры получают 15 тысяч рублей. Как министр может получать 15 тысяч рублей? Никак. Ну, на эти деньги он не может содержать семью. Ему нужно думать о каком-то дополнительном заработке. Ну, и это не только министров касается, это всех. У нас огромный управленческий аппарат в таком маленьком государстве. Те политики, которые должны были воплотить в жизнь эту программу, сегодня говорят о том, чтобы управленческий аппарат раздут. Но в свое время они не смогли провести эти реформы. Я так понимаю эту ситуацию. Программа «25 шагов экономического развития Абхазии» «Совет по экономическому развитию реформам» Это звенья одной цепи? Ну, да. Был создан совет. И исходя из того, что был создан этот совет, мы, собственно, сами, в общем, создавали этот совет. Рауль Джумкович был с нами согласен. Мы создали этот совет. И дальше на, как сказать, как решение этого совета было найти консультантов, создать эту программу. Президент Хаджимба пообещал, что она будет, в общем, воплощена или, по крайней мере, будет внедряться. Ну, вот вышло, как вышло. Ну, я думаю, что и не только дело в нем. Я думаю, и сейчас тоже это не очень легко будет сделать. Ну, эту или что-то подобное. Вообще, в принципе, очень тяжело. Это нужно очень-очень сильную такую прям волю. Что мешает Абхазии развиваться? Что мешает Абхазии развиваться? Во-первых, в Абхазии мало средств. У государства мало средств, у людей мало средств. И это, когда мало средств, это одна из проблем развития. То есть для того, чтобы развиваться, нужны средства, нужны деньги, нужны капиталы, нужны инвестиции. Во-вторых, для того, чтобы развиваться, знаете, нужна идеология. Вот я всегда считал, что очень важно, когда есть идеология. Это должно быть как в любой семье, как в любой компании, как у любого человека. Каждый человек, тот, который развивается, все-таки строит какие-то определенные планы. И у него есть понимание того, кем бы он хотел себя видеть через 5 лет, через 10 лет. И вот если у него есть понимание, то он пытается там, так или иначе пытается к этому стремиться реализовать эту цель свою. Ну, ничем не отличается, собственно, и государство тоже, так же, как и любая компания в бизнесе, любая организация. Они должны ставить определенные цели. Мы должны понимать вообще, прежде всего, а как мы себя видим? Вот через 10 лет, через 15 лет, через 20 лет. Если, конечно, ничего не произойдет ужасного, там, войны, какие-нибудь там глобальные мировые катаклизмы и так далее. Вот в текущих условиях, какой видит себя наша страна через 10, 15, через 5 лет вообще, какой она хочет быть? Если этого не понимать, то развиваться как? Развиваться куда? Да. Просто так? Ну, просто так развиваться – это, я не знаю, там, рождаться, взрослеть, стареть и умирать. Вот оно все развитие. То есть оно как бы ничем не обусловлено никаким вектором, никаким направлением. Поэтому нам, конечно, надо понять, каким должна быть наша страна, какой должна быть. Для того, чтобы она стала такой, какой мы ее видим, какое государство нам нужно. Государство – это как инструмент создания вот этой страны, этого народа, то есть поддержание его в этом состоянии и развитие его. Мне кажется, что в первую очередь абхазцам надо понять свою роль, как вот государство, образующая нация, говорят, да, я не очень люблю этот термин, но тем не менее, вот понять свою роль, вот роль этноса абхазского в абхазском государстве. Лично я считаю, что у нас не национальное государство и не должно быть национальным государством. У нас проживает много людей, много национальный народ абхазский. И мы должны понимать, вот мое опять же мнение, что абхазцев должно быть несколько привилегий. Ничего нового не говорят, многие уже об этом говорили, но надо это как-то закрепить. Привилегия демографическая, то есть поддержание развития демографии именно в абхазской нации, культурная, ну и языковая, да, это вот связано с культурой. Вот эти три привилегии, и все, больше никаких. Ну еще у нас по Конституции президентом должен быть человек абхазец, человек, знающий абхазский язык. Вот меня если спросить, пусть это будет русский, который знает абхазский язык. Мне все равно в этом смысле. Вы сейчас перевернете сознание наших телезрителей. Мы к этому не готовы. Мне кажется, мы таким образом защищаем себя от того, что мы малочисленные абхазы. Мы защищаем себя, но для того, чтобы нам защищать себя, понимаете, мы должны понять, чего мы хотим все-таки. Вот мы все-таки хотим, если мы хотим отгородиться от всего мира... Мы хотим суверенное государство, мы об этом все время говорим. Суверенное государство, у них тоже разные совершенно подходы. Суверенные государства есть совершенно открытые для других граждан, есть закрытые государства и так далее. Вот нам надо понять, мы чего хотим. Мы хотим быть процветающими, культурными, обеспеченными, богатыми и так далее, и так далее, и так далее. И в то же время закрытыми, мне кажется, не получится. Ну, надо же какие-то реальные цели ставить. Нам надо понимать, во-первых, не получится, во-вторых, я даже не думаю, что это было бы очень хорошо закрываться от внешнего мира. Потому что, когда ты закрываешься от внешнего мира, ты начинаешь, ну, как сказать, есть критические размеры какие-то народов, которые могут сами вот в своем этом вот, в этом размере, могут поддерживать государственность, могут поддерживать как бы существование этой структуры. Нас не так много. Мне кажется, нам наоборот надо открываться всему миру. Нам надо то, что лучше есть в нашей культуре, в наших традициях, открывать, нести миру. Но нам надо для этого выздоравливать. Понимаете? Вот мне кажется, мы немножко заболели. Ну, наш народ немножко заболел. И это выражается во многих вещах. Могут избить, я не знаю, сотрудника милиции, и в то же время сотрудники милиции могут избить кого-то. Но это же непорядок, понимаете? Вот когда нет порядка, тогда возникают эти отклонения, возникают болезни, когда люди не соблюдают какие-то правила. Это ужесточение закона, вы сейчас говорите, когда говорим порядок, я так понимаю, да? Может быть, усиление правоохранительной системы в первую очередь? В первую очередь усиление правоохранительной системы и в первую же очередь обязательно надо показать и доказать всем, что законы действуют совершенно одинаково для всех. Но если люди увидят, что и в государстве закон работает одинаково для всех, что есть честное, искреннее намерение развивать государство, создать правильный, как сказать, порядок функционирования, чтобы права были одинаковые и чтобы возможности каким-то образом реализовывались, а не было привилегий каких-то специальных, тогда, наверное, люди поверят, и тогда и правоохранительной системе, как сказать, легче будет работать. Вот в Грузии мы 30 лет назад воевали, уже прошло много времени, там почти 30 лет, как началась война. Мы не можем, опять же, закрывать глаза и все время говорить, нет-нет-нет, про Грузию вообще даже говорить не будем, просто ее не существует. Она существует, это государство, с которыми у нас не подписано договора, которые нас не признали, от которых мы можем ожидать агрессии. Мы это все знаем, но, тем не менее, мы не должны, опять же, закрываться от того, что она существует. Она существует, и она добилась определенных успехов. Грузия, которая была совершенно коррумпированная, совершенно неразвитая, недоразвитая и так далее, они сумели преодолеть вот эту коррупцию, они сумели добиться того, что они могут там оставлять машины открытыми, автомобили, не бояться, что у них будут там что-то красть. Они уверенно говорят о том, что у них не дают взятки, или почти не дают взятки, понимаете? Ну, как они к этому пришли? Если мы будем все время закрываться от каких-то вещей, не знаю, ничего хорошего не будет. Посадили в Грузии в течение суток всех воров в законе? Например. С этого они начали? Да, например. Они сначала, нет, они даже начали не с этого, они начали с того, что они уволили практически всех сотрудников МВД, а потом стали набирать новых. Кого-то вернули, но практически они уволились сначала всех. То есть это были такие очень радикальные реформы. Я не говорю, что нам надо именно копировать, да, вот все, что там делалось, вообще не говорю. Но, по крайней мере, понимать, как это делалось, надо и понимать, что из того, что делалось в Грузии, или в России, в Армении, в Азербайджане, в других странах, да, вот с похожей историей, которая точно так же, как у нас. Это просто смена эпохи произошла, да, была эпоха социализма, эпоха одной идеологии, бах, другая эпоха. Какой идеологии? А никакой. Сейчас идеологии в России нет. Ну, на мой взгляд, понимаете. Никакой идеологии нет. Есть ситуативная идеология. Вот сегодня эти друзья, эти враги, а завтра там, у нас нет, у нас враги одни, и друзья одни, слава богу, по крайней мере. Но мы не должны закрываться. Вот сейчас, я, кстати, об этом очень хотел сказать. Сейчас в Абхазии очень много критикуют, очень много, я не знаю, таких вот критических высказываний и вообще недовольства работы НПО. Лично я считаю, что вот большинство НПО, это прекрасные организации, в частности, ЦГП, с кем я сотрудничаю, и благотворительные организации, которые существуют как некоммерческие организации, они много-много приносят пользу. Они работают во взаимодействии часто с правительством, с государственными органами, много очень интересных проектов. У нас есть фонд благотворительный, и если это финансирование идет по линии там Запада, это не важно. Надо контролировать эти организации, что они именно делают. Ну, вот просто одним махом считать, что все это враги, все это какие-то предатели, я вот категорически противник этого. Нам надо больше, спокойно и открыто взаимодействовать с разными организациями, пытаться получить от этого пользу. Извиняюсь за эмоциональность. Если вот нет причины так придираться к НПО, для чего это делается, с какими целями, кто за этим стоит? Это очень острый вопрос. Вы сами затронули темы. Да, да. Знаете, я думаю, что это часто следование в форматоре какой-то большой политики. Может быть. Вот просто есть такая сейчас политика в России. Вот в основном эти некоммерческие организации, даже нашу организацию, по формальным признакам, закрыли на какой-то момент, потом открыли, потому что, ну, как сказать, посчитали ее тоже какой-то некоммерческой организацией, там, шпионской и так далее. Вот если ты следуешь в форматоре какой-то политики, ну, какие причины в России, я не буду касаться, потому что я не очень хорошо понимаю, знаю. И, ну, Россия большая страна, она может справиться со многими вещами. Она большая, крепкая, здоровая, сильная, богатая. А в Абхазии нет всего этого, к сожалению, и этих сил и богатств. Поэтому те возможности, которые нам предоставляются, ну, нельзя так от них, не знаю, мне кажется, отбрыкиваться и отнекиваться. Кроме того, очень много интересных практик, мы узнаем о них, в том числе и западных, и российских, и западных. Я против того, чтобы огульно говорить, все, что отсюда, это хорошо, а все, что оттуда, это плохо. Вот вы говорите об открытости, что мы должны быть открыты меру. Вот в вопросах инвестиций, как когда-то сделал Ли Куан Ю, ездил по всему миру и привлекал инвестиции для Сингапура, и это имеет свои результаты. Каждый раз, когда от представителей власти или от президента исходит инициатива о привлечении инвестиций в Абхазию, это всегда воспринимается негативом. Это все вот уходит в другое русло. Это как предательство Родины, распродажа Родины и так далее. Я хочу, чтобы вы это прокомментировали. Почему такие страхи исходят от людей, от некоторых политиков, когда речь идет об инвестициях? Это игра в политику или есть какая-то реальная почва, есть какая-то реальная причина? Как я понимаю, мне кажется, что тут есть, наверное, два аспекта в этом вопросе. Первый аспект – это культурно-человеческий ландшафт, баланс нарушится. Когда люди говорят, что давайте привлекать инвестиции, давайте как можно больше будем привлекать людей, будут приезжать, селиться, будем продавать недвижимость и так далее. Люди опасаются, что та жизнь, к которой они привыкли, она сильно изменится. Будут приезжать люди, которые совершенно привыкли жить в других условиях. Маленькое отступление в качестве примера. Мы как-то ездили во Францию, наша компания, нас приглашали. Это на побережье Атлантического океана. А в нашей компании, которая туда полетела, поехала с деловым визитом, было человек 30, в том числе были наши сотрудники из регионов, из Сибири, с Урала. Я видел, как они, например, наш отель находился в трех кварталах от пляжа. Вот они через весь город. Это город, приморский город. Это не просто курорт, не просто линии отелей, флошные отели. Они вот в обычных плавках, накинув полотенце на плечи, в шлепанцах во Франции, идут через эти кварталы, в которых люди ходят в костюмах, живут обычной жизнью. Конечно, на них смотрели, это было для них дико. Никто их не бил, по-моему, правда. В Абхазии могли бы и поколотить. Ну, по крайней мере, бывало такое. Но, конечно, французам это не нравилось. Точно так же абхазцам не нравится, когда приезжают, что-то похожее происходит у нас. Когда приезжают, могут выйти в плавках, могут там громко кричать, напиться, хотя это мы и сами умеем, но тем не менее. Поэтому вот один аспект, это такая боязнь того, что вот изменится и совсем другая уже человеческая среда станет, и отношения изменятся, и культура изменится. А второй аспект – это… Второй аспект, знаете, какой? Что вот вроде бы у меня ничего нет, но вроде бы это все мое, вроде бы вот теоретически у меня что-то есть, вот что-то я там занял, какой-то там участок, или у меня есть какой-то еще там… Ну, вот тихо я, как все, тихонечко живу, ничего меня не беспокоит. А вот приедут сейчас какие-то инвесторы, у меня купят, у того купят, у меня уже ничего не будет, ну, будут какие-то деньги, ну, буду я, может, лучше жить, но все равно я все это потеряю. Вот что все, не очень понятно, такие иррациональные страхи. Мне кажется, это иррациональные страхи. Мне кажется, что вот один аспект – это то, что изменится культура, второй аспект – то, что я все потеряю, А то, что я потеряю, это все вот это руководство, которое хочет эти инвестиции, они все это будут в собственных интересах. Ну, кстати, как сказать, небезосновательно многие так думают, потому что такое часто происходило. Но, тем не менее, я считаю, что, конечно, нам надо привлекать инвесторов, нам надо привлекать инвестиции, потому что, к сожалению, у нас нет источника дохода в виде каких-то там, не знаю, поступлений от чего-то. Нам надо находить... Есть тема нефти, но она непопулярная, поэтому, может быть, не стоит ее даже обсуждать. Тема нефти, я, честно говоря, вообще плохо ее знаю, поэтому не стал бы. Я, если честно, тоже ее боюсь, так же, как многие в Абхазии. Примерно у меня тоже такая позиция в вопросе нефти. Но, с другой стороны, если ее добывает Грузия, и если будет какая-то катастрофа, о которой мы говорим, экологическая катастрофа, то пожинать плоды и нам придется. По поводу образа Абхазии мы сейчас много говорим, и я чувствую, что даже в моих вопросах звучит негатив. И мы в какое-то некое депрессивное состояние сейчас в Абхазии. И на себя навешиваем ярлыки, такие, как вот мы разделены, у нас нет будущего, у нас все плохо, денег нет, экономики нет, человеческого ресурса нет. Ну, все-все очень плохо. И на фоне этого очень много разных скандалов, все время какая-то конфронтация между обычными людьми, между политиками. Все раздувается до ужаса. Как это переломить? Надо, я считаю, что, ну и не только я, наверное, как-то настроиться на позитив. Неужели все так плохо? Ведь основной наш маяк, основной ориентир иметь свое государство, у нас это получилось. Мне, как кажется, это было самое, наверное, тяжелое. Дальше тоже, конечно, непросто, но все-таки, как переломить и настроить себя на позитив? Вы знаете, я, ну так, в качестве, наверное, шутки, что ли, вы когда сейчас спрашивали, вспомнил, как вот в золотом теленке у Ильфа и Петрова Остап Бендер, когда заработал свой, наконец, там, добыл свой миллион, он вот не мог понять, что же ему делать и как ему найти теперь вот правильный, как сказать, смысл жизни. И он пошел к индийскому йогу и стал задавать вопрос, а в чем смысл жизни? А тот расплакался и сказал, я в Советский Союз приехал, чтобы узнать об этом, я хочу тоже сам его найти. Это я к тому, что, на самом деле, для меня это тоже очень сложный вопрос, да, вот как найти позитивное, то я с удовольствием бы его и вам адресовал, ну, как там, к человеку, который приехал из Абхазии. Если порассуждать на эту тему, все-таки, как нам не впадать в депрессию, а нам нужно находить какие-то силы и видеть позитивное, и стремиться улучшать и свою жизнь, и жизнь окружающих. Мне кажется, что, ну, в том числе и от, мне кажется, и от журналистов это зависит. Надо, наверное, какие-то искать положительные примеры. Еще, а на самом деле их много в Абхазии, да, очень много мероприятий. Вот когда приезжаю в Абхазию, там, какие-то проекты, в том числе по линии, кстати, там, благотворительных фондов, какие-то там интересные выставки, интересные там мероприятия, связанные там с какими-то архитектурными памятниками города Сухума и так далее. Очень много интересных мероприятий, которые молодежь проводит, они проводят их очень стильно, современно, мне очень нравится. И это надо об этом, наверное, писать, говорить, рассказывать. Но, конечно, опять я все равно считаю, что руководство, да, вот, это очень многое зависит от руководства. Когда вот детей набирают в детскую секцию, да, какую-нибудь спортивную, ну, вот, как многое зависит от первого тренера, да, вот, как он, какие основы он заложит, как он научит правильное отношение, там, к работе, к тренировкам, ко всему, отношение ответственное и так далее. Это вот закладывается с самого начала. Вот у нас в владенчестве находится наше государство, да, и мы должны, вот эти основы должны закладываться именно вот, если эту аналогию провести, тренер, руководство, там, президенты, премьеры и так далее, они должны закладывать вот это отношение, эти подходы. Ну, это вот мое убеждение. Чем больше будет позитива от них, мне кажется, ну, этот позитив заряжает. Вы знаете, я вот сейчас вот думала, вслушивалась в то, что вы говорите, вспомнила инициативу президента, как он устроил, как сказать, физкульт для кабинета министров с утра, там была такая агитация спортивного образа жизни. Очень много негатива было по поводу вот этого репортажа, который снимали корреспонденты. Этот момент тоже присутствует, даже если сверху идет такая инициатива позитивного образа. Критиковать и давать советы – это самое простое. Вот я могу много говорить, и другой какой-нибудь участник вашей программы может какие-то там давать советы. Реализовывать, наверное, не наверное, а точно гораздо все это сложнее. Вы как-то высказывались, что замусоленная абсуара и патриотизм девальвированы, значительно девальвированы. Вот разделяя это ваше мнение, содержимое этих слов уже не так трогает, особенно тех, кому адресовано чаще всего молодежи. Я хотела бы спросить, все-таки что первостепенно – образование, патриотизм или абсуар? Как бы так ответить, чтобы меня не закидали помидорами и яйцами, чем еще закидывают? Вы знаете, я попробую ответить, может быть, не прямо на этот вопрос, потому что у меня, правда, нет прямого ответа, не потому что я беспокоюсь сильно, очень важно воспитание и вот те знания, которые получает человек, ребенок в семье. Вот это очень важно, его воспитание, его подходы, его понимание жизни и так далее. Вот то, что закладывается. Если в него закладывается, если это здоровая, нормальная семья, в которой поддерживаются нормальные, правильные, я все говорю без оговорки, надеюсь, что вот слово «правильные» понимается примерно одинаково нами всеми, да? То есть такие ценности какие-то вечные, классические, такие как уважение, такие как взаимопомощь, такие как почитание старших и так далее, да, в том числе традиционные абхазские ценности, то далее, конечно, очень хорошо и очень важно, чтобы было еще и образование, чтобы оно, ну, как сказать, добавлялось к этому. Потому что раньше порядки в головах организовывались государственные идеологии, да, то есть устанавливались государственные идеологии. В советское время. И она примерно одинаковый порядок в головах, ну, как бы устанавливался таким образом. Сейчас нет, к сожалению, государственной идеологии ни в Абхазии, ни в России, как я уже говорил. И поэтому человек должен выработаться определенный порядок в голове его собственной. Но этот собственный, он не может быть его личным. Он как-то на влиянии на этот порядок в его голове, на его систему ценностей, на его систему взглядов оказывают окружающие люди. Как правило, это родители, педагоги, друзья и так далее. И важно, когда вот эти первоначальные ценности правильные, ну, как сказать, формируются в человеке, и он придерживается этих ценностей, конечно, еще важно очень образование. Тогда это образование попадает на, как сказать, на благодатную, на правильную почву. Поэтому в том ряду, который вы перечислили, нет патриотизма. Патриотизм, знаете, что такое? Вот я до конца не очень понимаю, ну, само это слово нравится мне или нет. Я пытался для себя определить, что такое вот, как я люблю свою родину, и что такое для меня любовь к родине. Как и у многих, это, знаете, как отношение к, ну, я не знаю, к своему брату, к своей сестре, к своему ребенку. Когда ты защищаешь, когда ты можешь критиковать их, находясь вот внутри, и когда ты защищаешь их всегда, когда есть что-то извне. То есть, вот я могу критиковать свой народ, своих, я не знаю, соплеменников своих, но, конечно, я всегда стараюсь их защищать, когда кто-то пытается делать это другой. Мне это, даже если это объективно, меня это очень сильно раздражает. Мне не нравится, когда кто-то другой критикует мой народ, критикует мою страну, критикует мое государство. Это с одной стороны. С другой стороны, что я люблю, вот когда я спрашиваю, а что я люблю в своей родине, вот что меня трогает? Я пересекаю границы, я сразу начинаю ее любить? Нет. Я люблю, вот, наверное, вот то, что мои воспоминания, да, это вот потому, что я уже живу здесь, и мои воспоминания – это мое детство, деревня, в которую я приезжал, мои родственники. Вот это ощущение защиты, ощущение счастья, ощущение радости, которое я получал в детстве, в юности, ну, до того, как я уехал в Москву, я давно уехал. Вот это и есть моя любовь, это и есть мой источник энергии. Я приезжаю в Абхазию, я приезжаю к себе домой, я приезжаю в деревню, или я приезжаю в какие-то места, где я часто бывал, и я там ощущаю вот эти, да, эту энергетику, я заряжаюсь этим. И люди, конечно, очень важно, да, вот это мои родственники, мои друзья, мои близкие, и вот, и они же, у них же тоже есть вот этот свой круг людей, и вот это вот общество, я его люблю. Ну, знаете, как в любви бывает, когда ты вот, любовь не может быть безответной. Если ты что-то или кого-то любишь, и оно тебя расстраивает один раз, второй раз, третий, ну, как бы, твое чувство начинает сжиматься, усыхать, уменьшаться. Мне кажется, опять же, что я очень много получал от своей родины, да, получал и сейчас получаю, получал вот именно эту энергетику, заряд, ну, еще и, конечно, я получал и мое мировоззрение, мое становление, мое образование от своих родственников, своих близких. Я стараюсь, когда я взрослею, я стараюсь это отдавать, стараюсь, да, ну, вот во многих аспектах, да, не только в аспектах, там, благотворительности или какой-то помощи, еще каких-то, какого-то общения, совета, воспоминаний, тоже передавать вот этот опыт. И мне кажется, каждый человек так должен бы, ну, относиться к своей родине, да, то есть он сначала должен получать, а потом отдавать. Очень важно, когда он сам себе еще старается помочь, понимаете, вот когда ты ему помогаешь, и он сам себе помогает, и вот старается тоже выздороветь быстро, старается бросить дурные привычки, я не знаю, вот эти усилия, они умножаются многократно. То есть это история взаимности? История взаимности и история того, как вот эти отношения, в том числе с родиной, ну, строятся. Вы закончили Московский энергетический институт по специальности инженер-теплофизик, однако не работали по этой специальности, насколько я понимаю. Почти не работал, мало. Да, вы ушли в другое направление. Может быть, сегодня наша энергосфера была бы в другом состоянии, если бы вы как энергетик могли бы, да, спасти нашу энергосферу? Нет, я очень, я очень, в этом смысле я очень, хотя это было очень трудное время, когда я закончил аспирантуру, и мне просто пришлось заниматься бизнесом, потому что это переломный конец 80-х, начало 90-х, денег нет, а деньги, которые есть, они уже ничего не стоят. И мне пришлось вот просто, ну, как сказать, окунуться совершенно в другую жизнь, в которую я не был искушен, я никогда не был... Все-таки это труд или воля случая? То, что вы ушли в бизнес, и у вас все пошло в гору? Нет, то, что я ушел в бизнес, это воля случая, а то, что пошло в гору, это труд и, наверное, какие-то, какая-то удача и способности. Вот, и нет, я очень доволен, что случилось так, и я думаю, что Абхазия тоже ничего бы особенного не приобрела бы, если бы я продолжал работать по специальности. Я так думаю, мне сложно сказать, но мне больше нравится то, как получилось, чем то, как было. Продолжая тему энергетики, вот в одном интервью, рассуждая о том, каким должен быть лидер нации, президент и глава государства, вы сказали следующее. Он, значит, президент и его команда должны убедить население воспринимать реформы. Например, что за электричество необходимо платить адекватные деньги. Тема электроэнергии остается очень острой для Абхазии, вы наверняка следите за этими событиями. Но правда, вот в какой стране еще свет, электричество может стоить 40 копеек, да и при такой цене плохая собираемость. Вот по поводу реформ, вы сказали силой убеждения, убедить население. Все-таки убедить население, наверное, сложнее. Реформы – это проявление силы воли, жестких решений. Да, да, наверное, наверное. Знаете, я вот что по этому поводу думаю. Вот реформы не могут быть выборочными, не могут быть спонтанными, не могут быть такими, знаете, стахастическими. Бах, возникли, потом исчезли. Бах, опять возникли и так далее. Должна быть определенная программа. Эта программа должна не только заключаться в повышении тарифа на электроэнергию, что, безусловно, само собой нужно повышать, а это должна быть программа каких-то последовательных преобразований, о чем мы говорили. И, ну, как сказать, вот когда я говорю об убеждении, это должны быть параллельные действия. Когда есть программа последовательных преобразований, их можно начинать не обязательно с роста тарифа на электроэнергию, Нужно сделать какие-то шаги, которые вызвали бы доверие, ну понимаете, доверие населения нужно. Вот когда Александр Золотинский приходил к власти в 2014 году, уровень доверия был очень высокий. В 2011 году. В 2011, извините. В 2011 году уровень доверия был очень высокий. Все ожидали, что сейчас у нас все изменится и так далее. Ну, на мой взгляд, немножко не так все пошло, как ожидали. Сейчас такого уровня доверия, мне кажется, уже давно нет ни у кого. Вот этот уровень доверия нужно завоевать. То есть, когда ты сделаешь что-то такое, руководство сделает что-то очень полезное, например, там, условно, посадить негодяев, о которых знают все, что они негодяи, что им давно надо сидеть в тюрьме, они взяли их и посадили в тюрьму. Например, сократить какое-то количество чиновничьего аппарата, который давно надо сократить, которые, в том числе, эти негодяи, кстати, могут быть и чиновниками, взяточниками, коррупционерами или просто бандитами. А тогда, я думаю, что доверие населения повысится. И тогда, наверное, реформы, связанные в том числе с электроэнергетикой, легче будут проводить. Мне так кажется. Я вот думаю, что... Даже не кажется, я точно знаю, что это так. Другое дело, что начать вот с тех реформ, о которых я говорил, там, сажать в тюрьму, освобождать от работы и так далее, очень трудно. Потому что Абхазия не привыкла к этому, потому что она маленькая, потому что все друг друга знают, потому что все будут говорить, почему начали с меня, что я самый крайний, а что я самый низкий забор, как они посмели и так далее, понимаете. Но, тем не менее, надо когда-то это начинать делать, потому что иначе у нас никогда не будет порядка. Все-таки это волевые решения. Да, это волевые решения, но они должны быть логичными. Они должны быть... Понимаете, если у руководства спросят, а почему вы сейчас подняли тариф, он должен сказать, почему. Не просто потому, что он низкий, а потому, что мы наметили, мы изменим вот это, мы изменим вот это, мы повысим тариф, мы, я не знаю, проложим новые линии электропередач, у нас есть договоренность. И тогда через год-полтора у нас увеличится, там, гораздо больше у нас будет источников электроэнергии, у нас будет больше порядка, мы повысим зарплаты. То есть это должен быть комплексный подход. Еще одна ваша цитата. Я убежден, что дело не в деньгах, а в людях. Что это значит? Я не помню, в каком контексте я это говорил. Если в контексте развития, огромное количество денег, капиталов во всем мире, оно существует. У нас есть, конечно, одна такая существенная преграда, это то, что мы не общепризнаны. Наши государства признаны только несколькими странами, и у нас нет прямого доступа на международные рынки финансов, на международные рынки труда, экономические какие-то там аспекты. Они не могут быть такими, как у других стран, у которых есть признание в целом, глобальном, по всему миру. И это есть ограничение наше. Но, учитывая все-таки, что мы не очень большая страна, а рядом с нами огромный наш партнер, сосед, Россия, конечно, нам вполне достаточно было бы инвестиций из России. Поэтому, если мы правильно, вот когда я говорил дело в людях, я имел в виду, если мы правильно сумеем создать правильную инвестиционную среду, правильный порядок, чтобы люди понимали, что ничего не угрожает их жизни, ничего не угрожает их капиталам, их не обманут, не оберут. Им не придется дважды платить за одно и то же. Сначала государству, потом каким-то там людям, которые имеют права там, или считают, что имеют права на какие-то объекты. То есть, если это будут понятные нормальные законы и понятная нормальная практика, самое главное, то, как это будет в реальности происходить, то инвестиции будут, я считаю, довольно большие и развитие может быть. В той же Англии, там ты в собственность не можешь купить недвижимость, там она покупается, условно, в аренду на 100 лет. Но практика показывает, что это твоя недвижимость, понимаете? Практически она тебе принадлежит. Поэтому никто уже не заморачивается именно на это положение закона. Поэтому самое важное, как происходит, ну, как сказать, на самом деле, как это все воплощается. Про вас говорят, что вы самый богатый абхаз. Деньги делают человека счастливым? Такое сентиментальное отступление. Ну, во-первых, я думаю, что я не самый богатый, но если это так, то я сочувствую, потому что хорошо было бы, если бы у нас побогаче были люди гораздо. Что касается делают, ну, слушайте, я не знаю, такой вопрос, мне кажется, очень тривиальный. Нет, не делают. Деньги счастливее не делают. Счастливее делают, ну, многие другие вещи. Деньги позволяют делать какие-то приятные тебе вещи. Но, знаете как, вот есть деньги в хороших руках, а есть деньги в плохих руках, да? Обладатель этих плохих рук делает вещи, приятные для него, но они неприятны большинству или какой-то общественной морали, или еще чему-то. Он там, я не знаю, закупает вооружение, там занимается браконьерством, стреляет олень, и Бог его знает, чем еще. В хороших руках ты можешь делать какие-то полезные вещи для общества. Ну, вот это от человека зависит, мне кажется. И в этом смысле они помогают испытывать чувство удовлетворения. Я испытываю чувство удовлетворения от каких-то вещей, от той благотворительности, например, или еще каких-то вещей, которые я делаю, потому что мне это нравится. Я вот с точки зрения инвестиций, это самые, я как-то уже об этом говорил, самые такие выгодные инвестиции. Ты затрачиваешь там, на затраченный рубль ты получаешь там 100 миллионов удовольствия и радости от того, что ты это сделал. Ну, как-то так. Вот конкретный пример. Мы, наш благотворительный фонд, мы помогали создать эту лабораторию STEM в Сухуме. Это... Кстати, туда ходит мой сын, младший. Ну, отлично. Занимается компьютерной грамотностью. Это просто я скажу быстренько ремарку. Вот сын у меня, младший, не пишет. Ну, от природы у него были проблемы с мозгом, и он не пишет, он не может держать ручку. И компьютерная грамотность для нас спасение, потому что он может учиться в школе, и, ну, узнает в STEM-лаборатории, его обучают, как грамотно пользоваться вот компьютером. Поэтому, если бы не было бы этой STEM-лаборатории, нам было бы очень тяжело. У нас случай-то индивидуальный, но вот я к тому, что это очень хороший проект. Ну, вот видите, как здорово. Все в соответствии с тем, что я говорил. Как раз вот я и получаю вот эту вашу радость. Я чувствую ее, и мне это нравится. На вас равняются молодые люди, хотят быть успешными, как вы. Я думаю, вы преувеличиваете. Что бы вы им посоветовали? Те, кто сейчас начинает делать свою карьеру или там начинает делать свой бизнес, что бы вы им посоветовали? Вообще все вопросы интересные и сложные довольно, но я попробую. Вот, знаете, есть такой тезис, самый ценный ресурс – время. Я бы добавил в развитии этого тезиса, что, с одной стороны, это самый ценный ресурс, с другой стороны, время все равно течет, и мы все равно, как сказать, вот оно как бы идет, проходит. И важно не то, как мы его интенсивно используем, мне кажется, не так важно, а важно то, на что мы его используем. Все-таки очень важно, чтобы молодой человек, я уже немножко касался этого вопроса, он должен понять все-таки две вещи. Первое – это он должен постараться как можно раньше понять, каким он себя видит через какое-то время, то есть попытаться понять, увидеть картинку своей счастливой жизни через 10 лет, через 15 лет, через какое-то время. Например, он занимается, у него ферма, он занимается выращиванием винограда, выращиванием фруктов, у него семья, опять родители. Или он занимается, я не знаю, IT, или он занимается бизнесом, еще чем-то. Он должен немножко попытаться представить, то есть какой-то свой образ увидеть, который ему нравится, и постараться понять, как туда попасть, вот как в этот образ прийти, как в нем оказаться через это время. Ну и наметить какой-то путь себе, и стараться следовать этому пути. Вот важно, когда ты это сделал. Когда ты это сделаешь, дальше то время, которое ты будешь на это использовать, оно все равно все будет вот в эту копилку этой цели. И, может быть, меньше потратишь усилий, чем если ты будешь все время пытаться пробовать одно, второе, третье. Мне кажется, что хорошо так. Это первый. И второй момент я бы посоветовал, поскольку жизнь такая сейчас сложная и переменчивая, важно, чтобы какие-то главные принципы отношения, я не знаю, к друзьям, к родителям, к мужчинам, к женщинам в зависимости, отношения к семье, отношения к своей карьере. Вот какие-то главные ценности и принципы должны быть у человека все-таки. Он должен понимать, вот через что он не может переступить. Это очень важно. Если вот ты несколько этих вот каких-то границ для себя устанавливаешь внутри, так и жить легче, и добиваться чего-то легче. И, возможно, сегодня, не знаю, там с кем-то дружить, завтра его предавать, послезавтра дружить еще с кем-то, потом предают тебя и так далее. Вот таким образом ты ничего не добьешься, ничего не достигнешь, и никогда не станешь сам счастливым. Мне так кажется. Поэтому вот важны принципы, наверное, на первом месте, ценности. На втором месте это понимание того, кем ты хочешь стать. Спасибо вам за интервью. Мне было интересно слушать. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что я задала интересные вопросы, и вам тоже было интересно меня послушать, мои вопросы. Да, очень интересные такие острые, интересные вопросы. И поскольку мы вот сейчас в преддверии Нового года, я не знаю, может быть, это будет до Нового года или после, в любом случае, я хотел бы поздравить и вас с наступающим Новым годом, и всех зрителей с наступающим Новым годом, пожелать счастья, здоровья, успехов. Сейчас, помимо тех проблем, которые были, еще и коронавирус, но я очень надеюсь, очень рассчитываю, что мы все сообща справимся с этим, и мы как-то вот в позитивном направлении будем развиваться и... И вернемся к обычной нормальной жизни, по которой уже скучаем без масок. Спасибо за интервью. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!